Какой самый странный разговор вы случайно подслушали? Несколько детей спорили о том, что происходит с какашками после того, как их смывают в унитазе в поезде. Один думал, что они взрываются, когда попадают на рельсы. Второй защищал свою теорию о том, что они вылетают как из пушки сбоку от вагона по специальным трубам. А третий был убежден, что их используют в качестве топлива поезда. Я стояла в очереди на американские горки много лет назад, когда услышала, как 12-летняя девочка и ее младшая сестра разговаривали с двумя добрыми, вежливыми незнакомцами. Все они стояли позади меня. Девочка 12 лет рассказывала о том, что она живет на ферме с бабушкой, дедушкой, младшей сестрой и своим новорожденным ребенком. Она очень много говорила о своем младенце, о том, как бабушка и дедушка перевели ее на домашнее обучение, чтобы у нее было время на уход за ребенком, и как сестренка помогала ей. Она подробно описывала, какой у нее крошечный ребенок и какой он бесценный и милый, и как она его любит. Я стояла в шоке. Меня поражало, что эти двое взрослых так вежливо и невозмутимо поддерживали с ней разговор все это время. Например, попросили ее показать фото ребенка. Только когда я дошла до входа, я поняла, что все это время под ее ребенком подразумевался маленький козленок. Однажды в Старбаксе в Бостоне я стал свидетелем разрыва отношений, который последовал после отвергнутого предложения руки и сердца. Это было безумие. Было видно, что чувак был без ума от нее, но язык ее тела ясно говорил, что она не испытывает к нему того же. Он признался ей в любви, но она ответила, что у них ничего не выйдет и что ей нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах. Он ответил, у нас впереди вся жизнь, у тебя будет достаточно времени. Он встал на одно колено и достал кольцо. Она встала и сказала, об этом я и говорила, ты не слушаешь меня. Она попросила его встать. Он ответил со слезами на глазах, почему я все еще жду ответа. Она собрала свои вещи и ушла. Мужчина сел на свое место и продолжил пить свое фрапучино, рыдая. Я называю этот случай как самый печальный холодный кофе на свете. Я слышал разговор двоих парней в метро в Нью-Йорке, которые спорили о том, пистолет какого калибра лучше подходит для убийства человека. Чувак пониже ростом, свято верил, что лучше всего 9-мм пушка, потому что ею пользуются полицейские. Чувак покрупнее покачал головой и выдал небольшой доклад об анатомии и баллистике. А затем заявил, что любой компетентный наемник возьмет простой пистолет 22-го калибра, потому что его сложно отследить, боеприпасы стоят дешево и им можно пристрелить кого-то в голову так, что окружающие не сразу поймут, что к чему. Думаю, они собирались на конференцию киллеров. Однажды в два ночи я сидел на балконе, четвертый этаж, и услышал, как парень с первого этажа обнаружил, что его девушка с пятого этажа изменяет ему. Он залез на дерево и увидел, что в ее квартире парень, а она была голая по пояс, свет в квартире был включен. Я открыл бутылку пива и приготовился наслаждаться зрелищем. Ты сказала, что готовишься к экзамену, но никто не готовится к экзамену голышом. Однажды я сидела в Старбаксе и ждала автобус, когда вошли два хорошо одетых бизнесмена. Вчера был просто безумный день, не так ли? Ха-ха, точно, не знал, что собак можно научить делать такое. Это до сих пор не дает мне покоя. Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Услышал от коллеги, сидевшей в офисе в соседнем кубикле. Ты же обещал, что мы разведемся после того, как ты получишь грин-карту. Семья афроамериканцев в отделе с рождественскими украшениями. Ребенок примерно трех лет. Пап, давай купим белого человечка. Шокированный папа. Кого? Ребенок. Белого человечка. Показывает на полку. Шокированный папа посмотрел на полку и рассмеялся. Нет, сынок, это называется снеговик. Две стриптизерши-француженки разговаривали о том, как у одной из них однажды на сцене начались месячные, и кровь потекла вниз по ее ноге. Это было в магазине одежды. Я сидел на скамейке для мужей, пока моя жена примеряла платье. Они были в одной примерочной кабинке, а потом вышли, чтобы посмотреть на себя в большом зеркале, и все это время они говорили на французском. Когда моя жена, наконец, вышла, и мы направились к выходу, я посмотрел на них и сказал Я работаю в Волмарт и часто слышу то, что не должна слышать. Однажды я раскладывала товар и услышала, как мужчина и женщина, которые выглядели так, будто живут в лесу, ссорились. Он умолял ее простить его и повторял, что это вышло случайно. Затем он сказал Детка, прости, я не знал, что она моя родственница. Это вышло как-то само собой. Я и не знала, что это настолько стало нормой, что такое можно теперь открыто обсуждать в магазине. Жаль, что я не слышал продолжения разговора, но однажды я пошел куда-то по делам, и когда проходил мимо двоих парней, услышал слова одного из них. Мне будет пофигу, даже если они отравят весь океан. Я все равно не ем морепродукты. Я очень сильно смеялся, пока до меня не дошло, насколько это ошеломляюще невежественно. Я была в обувном магазине, маленькая девочка играла на полу. Ее мама просила ее встать, но девочка продолжала кататься по полу. В конце концов, она оказалась под мамины ногами и громко спросила ее, Мам, ты что, забыла надеть трусики? Мама быстро утащила ее из магазина. Я была на выпускном моей подруге в 2007 году, когда она окончила школу. Парень, с которым она встречалась в то время, тоже присутствовал. Он позвонил своей маме с домашнего телефона моей подруги, и я услышала, как он сказал, Мам, я уже взрослый мужик, я вернусь домой на скейтборде, и повесил трубку. Мы до сих пор шутим над ним из-за этого. Я ехал в автобусе, напротив меня сидели маленькая девочка и ее отец. Девочка немного не слушалась отца и не могла усидеть на месте, хотя отец несколько раз просил ее сидеть спокойно. В конце концов, он не выдержал и воскликнул, Почему ты не делаешь то, что тебе говорят? Девочка ответила, как ни в чем не бывало. Мама всегда говорит тебе, чтобы ты не мыл свои яйца в раковине, но ты все равно это делаешь. Излишне говорить, что они вышли на следующей же остановке, потому что все пассажиры автобуса еле сдерживали смех. Две девушки, сидевшие в автобусе напротив меня, обсуждали свидание, которое было у одной из них. Одна сказала, а потом он полез рукой под мою юбку. Подруга спросила, а ты была в той полосатой юбке? Видимо, это все, что ее интересовало. Я был в кинотеатре. Вот подожди еще, расскажу обо всем твоему папе. Мам, это же пустяки. То, что ты сделал, просто отвратительно. Ты предал мое доверие. Ты предал все, во что я верила. Но что еще хуже, ты предал самого себя. Теперь, когда ты попробовал и то, и другое вместе, ты никогда больше не сможешь наслаждаться одним без другого. Мам! Растянул на добрые 30 секунд. Нет смысла теперь мамкать. Я никогда не делала то, что ты сделал. Твоя жизнь уже больше никогда не станет прежней. Мне стало до смерти любопытно узнать, что же такого он натворил. Что я не отходил от них, пока не подошел отец. Мать с упреком указала на сына. Он выпил содовую в кинотеатре. Мама, это была не содовая, это был лимонад. Нельзя употреблять углеводы во время просмотра кино. Теперь, каждый раз, когда ты будешь смотреть фильмы, ты будешь испытывать желание съесть что-нибудь. Никогда не думала, что воспитаю ребенка, который будет жевать перед экраном. Мой сосед-первокурсник болтал по телефону каждый день по 24 часа. Он говорил со всеми и обо всем. Со своей девушкой, с девушкой, с которой изменял своей девушке и так далее. Больше всего мне понравился его разговор с кем-то, который я почти не слушал, пока он вдруг не произнес. А, чуть не забыл тебе сказать. Твоя дочь бросила меня вчера. До сих пор ненавижу себя за то, что не слушал тот разговор с самого начала. Как-то раз я услышал просто эпический разговор двоих людей. Женщина вошла в пекарню, и как только она вошла, с ней поздоровался один мужчина. Он спросил ее, что у нее нового, и как она пожевала те 20 лет, что они не виделись. Женщина сразу узнала его, и следующие минут 10 они рассказывали друг другу о своих супругах, детях, работах и обо всем, что с ними происходило за 20 лет. Затем они договорились встретиться на выходных за чашкой кофе. Женщина попросила мужчину передать привет его сестре. На что он ответил, у меня нет сестры. Выражения лиц обоих были бесценны. Она спросила, что ты же Пит, не так ли? Он ответил, нет, разве ты не Карен? Я сидел в нескольких метрах от них, но не выдержал и громко расхохотался. Они только что рассказали совершенно незнакомым им людям о своей жизни за последние 20 лет. Они очень неловко попрощались и разошлись. Познакомилась с семьей моего парня, затем ушла в другую комнату и услышала такой разговор. Она, конечно, довольно милая, но имя бывшей девушки нравилось мне больше. Почему вы расстались? Можно сказать, что подслушал чужой разговор. На прошлой работе одна женщина по ошибке отправила мне письмо по электронке, где говорилось «Я очень долго обдумывала это, и хотя я знаю, что не должна этого делать, но готова встретиться с тобой в отеле». Она предприняла 10 попыток отменить доставку сообщения. Я шел к машине из продуктового магазина и услышал телефонный разговор человека, который шел позади меня. «Нет, б***ь, я не убивал его, с***ь, ты вообще так думаешь?» Уверен, что я в тот день побил рекорд по самой быстрой выгрузке продуктов из тележки в багажник. В автобусе в Германии две девушки подросткового возраста разговаривали друг с другом, когда в автобус вошел подросток. Всю дорогу он не сводил глаз с одной из девушек, и в конце концов она громко сказала «Чувак, хватит пялиться на мой зад, больной что ли?» На что он невозмутимо ответил «Прости, но твой зад симпатичнее твоего лица». Когда мы с семьей поехали в ресторан быстрого питания в западном Техасе, я обратил внимание на небольшую группу друзей, мужчин 20-30 лет, с большими жестяными коробками, полными карт. Вероятно, с игрой Magic. Они сидели не так далеко от нас, и в ресторане было тихо, поэтому мы слышали весь их разговор. В какой-то момент один из парней начал рассказывать историю о черепахе, которую он нашел посреди дороги. Учитывая, что это Техас, могу предположить, что это была какая-то пустынная черепаха. Парень, как я понял, забрал черепаху домой и оставил ее в определенном месте в одной комнате, а затем ненадолго ушел, чтобы сделать что-то в другой части дома. Когда он вернулся к черепахе, то увидел, что черепаха каким-то образом переместилась из первоначального места в другое, намного дальше от первого. Расстояние, которое животное преодолело, было, видимо, так велико, что парень был просто поражен способностями этой черепахи. Смешно было уже то удивление, которое он выразил, рассказывая о достижениях спасенной им черепахи. Но затем он с гордостью объявил, что решил дать животному такое имя. Магическая телепортирующаяся черепаха Герман Эрман. На меня накатил приступ смеха. Я изо всех сил старался сохранить спокойствие, засунув в рот побольше наггетсов, что чуть не задохнулся. Было бы неловко умереть в таких обстоятельствах. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Продолжение следует...